Фунт иена. Что мы здесь с вами видим? Вот посмотрите еще раз, коллеги, я не устаю об этом говорить. Моя, можно сказать, проблема уже где-то в середине, ближе к середине моей карьеры была в том, что я уже так много знал, у меня здесь знания паттернов, здесь знания, допустим, уровней, здесь я знаю, там хорошо читаю график, здесь я там строю, там тренды определяю. И у меня столько всего было, но эта информация никак не могла объединиться в один целый рабочий организм. То есть все это было разное, постоянно противоречило друг другу, я не знаю, как это все совместить, вроде все знаешь, но на самом деле все, что нужно сделать трейдеру, у кого такая каша, сбросить лишний вес. В том смысле, что надо убрать большую часть информации и сразу фокусировать свое внимание. Вот обратите внимание, я не смотрю на какие-то другие сигналы, какие-то там сигналы, которые даже известны, может быть. Я смотрю только на то, что я использую постоянно. Меня не волнует, где там трендовая проходит, меня не волнует, где там, ой, а надо посмотреть, какой там мувинг, а надо посмотреть, какая там, я не знаю, что-то еще. Абсолютно нет. Я торгую только то, что я делаю, то, что я использую на системной основе. Знание есть, да, ты все знаешь, ты даже читаешь рынок, но как только ты читаешь рынок, ты не входишь, а когда входишь, цена идет против тебя, и вот ты не прочитал рынок. Вот таким образом. Ты превращаешься буквально в такого аналитика больше. Вот я в свое время этим страдал. Аналитический склад, анализирую рынок. На самом деле нужно как можно меньше делать, как можно меньше проводить анализы в трейдинге, а сразу готовиться к решению согласно твоим условиям, а не прыгать с условия на условия, не прыгать там с таймфрейма на таймфрейм. Вот сейчас я открыл 4-часовой график, мне этого достаточно, мне нужен дейлий график, чтобы понимать, какое решение здесь оптимально. Если вы видели мои предыдущие тренинги, видео, то там я торгую только на одном таймфрейме. Это интродэйм, минутный график, я не смотрю на 5-минутку, чтобы понять, какой там тренд, я не смотрю на час, на дейлий. У меня единственное, что со старшего графика, это основные ключевые зоны. Здесь мы видим дневные зоны, здесь мы видим еще и недельные зоны. Я на 4-часовом графике пара фунт-йена и вижу уровни со старшего графика. Я вижу, что цена четко пробила, закрылась ниже ключевой зоны, да или нет, да, сила сигнала номер один. Дальше коррекция меня интересует, куда? У меня есть раз уровень, у меня есть еще одна зона. Не имеет значения, на самом деле, куда скорректируется цена. Почему? Потому что основной принцип торговли на коррекции очень прост. У вас есть импульсная волна, рынок начинает корректироваться, и это некий микротренд. Если я перейду, допустим, на 5-минутку или на 15-минутку, мы видим микробычий тренд. И все, что мне нужно, это увядание вот этой коррекции, вот этого локального микротренда в направлении импульса. Это весь принцип торговли на коррекции. Но фишка в том, что мы не знаем, где может закончиться коррекция, ведь она может быть 30, 40, 50, 60, 70%. Для этого мы используем конкретные визуально продиктованные сигналы. Какой конкретный сигнал на увядание коррекции в направлении импульса? Это ротация изменения цвета свечи. То есть, если рынок пришел сюда, есть ротация, я вхожу в рынок. Если здесь нет ротации, рынок растет дальше, ротация, я вхожу в рынок. Вот таким образом. То есть, это очень-очень важный момент, какой конкретный сигнал. То есть, первое условие, пробитый уровень, вижу, да, на черных барах, да. Коррекция, куда? Сюда, отлично. Если сюда, еще лучше. Чем глубже коррекция, тем лучше. Ротация, как только я это вижу, ротация бара, еще раз, если вы не знакомы с термином ротации бара, биржевая торговля один день с трейдером, посмотрите. Это то, что позволит вам сразу понять все алгоритмы торговли по системе Кластер Трейдер. И как только я увидел сигнал, я с целью сто за максимум коррекции. Где мои цели? Внимание налево. Предыдущая структура здесь. У меня есть слева. Давайте сейчас посмотрим налево. У меня есть слева предыдущий уровень. Вижу или нет абсолютно структура. Структура это равен 141 ровно, плюс-минус. То есть, если я здесь продаю, это мои цели. Первые цели, расширенные цели в районе вот этой зоны. Если рынок валится, я не знаю, что произойдет, поэтому мы используем ключевую. Это важнейшая модель мышления. Все алгоритмы, все программы, которые пишутся для трейдинга, да и вообще пишутся, подразумевают модель. Если. Роботу говорится, если ты видишь это, и затем это, а это такого цвета, к примеру, действует таким образом. Здесь нет эмоций, здесь нет своего мнения, отношения к графику. Вижу или нет. Если вижу, то это для меня значит то-то. Соответственно, я действую в согласии с тем, что я вижу. Очень важный момент, критичный момент, простейший момент. Вроде как это понятно, но зачастую трейдеры это игнорируют. Очевидные вещи. Соответственно, если рынок продолжает падать, то 141 ровно первая ключевая структура. Здесь я торгую. Контр тренда. Поэтому я вначале сказал, что трейдеры, которые сейчас у нас в тестовом доступе, тестируют систему Cluster Trader, обращайте внимание на вот эту зону. Или же на коррекцию, если будет сигнал. Если я торгую контр тренда. Сила сигнала номер один, ключевой уровень. Вижу или нет. Абсолютно. Информация должна быть визуально продиктована. Сила сигнала номер два, стрелка на бай в этой области. Увижу или нет. То есть не может быть третьего. Сила сигнала номер три. Например, более высокая цена закрытия, ретест структуры, слабое дно, разворотное дно. Один из этих паттернов. Не столь важен какой это паттерн, потому что они равноценны. Если все эти три условия есть, то что тогда я делаю? То есть если первое, второе, третье соблюдено, то нажимай кнопку buy. Если ты нажал кнопку buy, где твои стоп-лоссы, где твои тейк-профиты? Вот таким образом. В общем, коллеги, вот такой план на будущую неделю. Если для вас это видео было полезным, интересным, ставьте лайк. Присоединяйтесь в тестовом доступе к системе Cluster Trader System. Протестируйте, ощутите всю мощь этой простой визуально продиктованной системы. И встретимся с вами уже на живых торгах с 13 мая, уже с понедельника. Мы возвращаемся после 10-дневных каникул. Все, всего доброго и до встречи. Пока. Пока.